Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с подругой путешествии в феврале 2019 года по северо-востоку Англии я расскажу про город Даром. Город Даром – это административный центр одноименного графства, находящегося на северо-востоке Англии. Его население превышает 48 тысяч человек. Название Даром происходит от британского элемента «дан», означающего крепость на холме, и древнескандинавского «холм», что переводится как «остров». Это живописное место было местом успокоения святого Катберта с 995 года, когда его тело было перенесено товарищами-монахами, которые бежали из Линдисфарна в страйхе перед викингами, взяв с собой его гроб. Кстати, такая скульптура стоит на одной из улиц города и означает именно вот это, когда монахи несли гроб святого Катберта в местечко, которое впоследствии стало городом Даром. Почитаемые останки святого Катберта сделали Даром местом паломничества и саксов, и норманов, которые начали возводить сегодняшний собор в конце 11 века. В 20 веке город Даром считался главным центром угольной промышленности, так как здесь было огромное скопление угольных шахт. И хотя с тех пор прошло много времени, угольные шахты исчезли, и промышленность пришла в упадок, традиции, наследие и дух общины все еще очевидны. Кстати, город Даром и тот период угольной промышленности очень интересно представлен в фильме «Билли Эллиот», который я недавно посмотрела. Мне очень понравился фильм про мальчика, который родился в городе Даром, у которого отец был шахтером, но этот мальчик очень любил танцевать и мечтал попасть в лондонскую школу балета, чтобы выступать на сцене. И вот он, несмотря на то, что все над ним смеются, что отец не воспринимает его всерьез, поступает-таки в эту школу балета и становится звездой Великобритании. И то, как он бегает по городу Даром, и то, как он путешествует из Дарома в Лондон, как раз-таки садится на этот транспортный мост, переправляется на машине в город Миндлсбро и едет дальше в Лондон. Все это так интересно и живописно, по крайней мере, для меня, потому что я была в этих городах представлена в этом фильме. Я как будто бы вместе с ним живу в этом фильме, хожу по этим же улочкам и переправляюсь через реку на этом мосту. Все достопримечательности мне знакомы. Кто хочет посмотреть не только мои видео, но и также художественный фильм, посмотрите. В этом фильме достаточно старый, наверное, 80-х годов фильм под названием «Билли Эллиуд». Итак, переночевав в отеле нашего предыдущего города Миндлсбро, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, мы на поезде поехали в город Даром. Когда мы вышли на станции, мы увидели необыкновенный вид города, какой-то из сказки, из кинофильмов, что-то такое английское-английское. И, естественно, главной вершиной этого города считается кафедральный собор, к которому мы и направились. Дойдя до старинного моста под названием «Фрэмулгейт», который соединяет две стороны реки Уит и ведет к кафедральному собору, мы увидели некоторое количество ледяных скульптур прямо на самом мосту. А рядом человек раздавал программки какого-то фестиваля. Оказывается, именно в этот день мы попали на фестиваль «Fire and Ice», то есть лед и пламя. Но об этом фестивале я расскажу в другой раз, а пока про сам город. Итак, как же выглядит город Даром? Торговым сердцем города является треугольная площадь под названием «Маркетплейс», окаймленная домом гильдии и церквью Светлого Николая. Викторианский «Маркетхолл», который, к сожалению, закрыт по воскресеньям, затерян в гуще зданий вдоль западного края площади. Каждую субботу он размещает у себя оживленный рынок на открытом воздухе. От площади «Маркетплейс» всего в пяти минутах ходьбы по брусчатой улице под названием «Седлер Стрит» находится местечко под названием «Палас Грин», то есть небольшая площадь, укрытая зеленой травой, вокруг которой находятся знаменитые достопримечательности города Даром. Это Даромский кафедральный собор, а также замок Дарома. Первым делом мы направились в кафедральный собор не только потому, что это основная достопримечательность города, но и потому, что там были расположены ледяные скульптуры, которые мы хотели успеть сфотографировать, пока они не растаяли. Даромский кафедральный собор стоит на месте раннего деревянного саксонского собора, построенного, чтобы приютить у себя останки святого Катберта. Современный собор – главная церковь Даромской епархии. Это первый в Великобритании памятник, внесенный в число объектов всемирного наследия. Он представляет собой один из лучших образцов нормандского извода романского стиля. Он был закончен в 1133 году и пережил века, в значительной степени сохранив свой первоначальный вид. В конструкции нефа, законченного в 1128 году, были впервые в Англии использованные точечные арки, поднявшие сводчатый потолок на новые головогружительные высоты. Вес камня поддержан массивными колоннами. Их могущество оживляется удивительными геометрическими узорами в мавританском стиле. Немного прогулявшись по кафедральному собору, мы направились в замок. Даромский замок, к сожалению, уже давно потерял свой первоначальный вид и стал университетом города Даром, который перестроил главную часовую башню и сделал из нее студенческое общежитие. Замок можно посетить только в течение 45-минутной экскурсии, забронированной заранее, где можно будет увидеть кухню XV века, прогуляться по огромной лестнице и спуститься в нормандскую часовню, примечательную своими живыми романскими рисными капителями. К сожалению, мы не успели забронировать такую экскурсию и не попали внутрь студенческого замка, но все-таки решили зайти во двор, несмотря на то, что было написано закрыто. Мы, как типичные русские, зашли за это объявление и попали во двор, типа как студенты. Как говорится, у нас прокатило. Так как моя подруга очень интересуется архитектурой и всем, куда можно попасть, мы решили подергать некоторые двери и нашли вход. Мы видели, что многие студенты шли в главный центральный вход, а так вокруг постояли, пофотографировались и нашли другой вход, через который попали в местный туалет. Очень интересно было изнутри, вот такие старинные кабинки туалета, но я не могла там снимать и вообще я боялась, что нас оттуда скоро выгонят, поэтому мы по-быстренькому там пробежались и пошли обратно уже на площадь, на которой находится еще библиотека и какой-то музей. И так как вход туда был бесплатный, мы решили погулять там. Нашли какие-то экспонаты, походили, там не так много экспонатов, но, естественно, если можно во что-то нарядиться в музее и сфотографироваться в этом, Настя тут как тут. В общем, переодеваться было неохота, я просто наложила на себя какую-то одежду, какую-то средневековую, села на какой-то трон и подруга меня пофотографировала. А после этого на другом этаже, видимо, там какой-то студенческий музей, я нашла какие-то челюсти, которые просто стояли. Наверное, это для детей было организовано, что можно порассматривать, поизучать с этими челюстями в каске какой-то, в очках. Наверное, это был музей факультета сайенс или что-то такое. Я пофотографировалась, и это, наверное, было самым прикольным моментом, который я запомнила в городе Даром. Помимо этого, конечно же, сам фестиваль и то, что мы видели вечером на площади, там было шоу огня, это, конечно, никогда не забуду. Фонтаны, огонь, скульптуры ледяные. В общем, очень такой романтический, какой-то сказочный город. Кстати, в университете, вот в этом замке и вот на этой площади Green Palace снимались какие-то моменты Гарри Поттера. Эти виды были представлены в виде натуры Ховардского колледжа. Ниже замка и собора находятся лесистые берега реки Уир, где приятная пешеходная тропа обегает весь мыс. Весь круговой маршрут можно пройти за 30 минут. Но мы решили не ходить по тропе. Мы не знали, куда она ведет, поэтому решили остаться в городе и погулять по центру. Зайти в какие-то магазинчики. Я помню, мы зашли в один чарити-шоп. И там я купила себе легкую весеннюю курточку за 4 фунта. Но мне просто она понравилась. Ну, а после шоу огней мы сели в поезд и поехали в наш следующий город под названием Сандерленд, где переночевали и уже на следующий день гуляли по этому городу, о котором я вам расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok